Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие гости. Добрый день, дорогие гости. Добрый день, дорогие гости. Для наступления на Прибалтику, Ленинградскую область и окрестностей была создана фашистская группа армий «Север» в составе 42 дивизий, численностью около 725 тысяч людей. А на северных поступках Ленинграду командование Финляндией сосредоточило 21 дивизию и 3 бригады общей численностью 325 тысяч человек. При обороне Ленинграда огромной помощи Красной Армии оказало население. Мужественное сопротивление врату со стороны Красной Армии и народного ополчения не позволило битлеровцам захватить Ленинград. Ленинград, не сумев взять город руководство Третьего рейха, решил разрушать его блокадой, постоянными обстрелами и бомбежками, чтобы уничтожить все гражданское население. Но ленинградцы продолжали жить, работали в административные учреждения, многие заводы и фабрики. К станкам на заводах встали подростки в возрасте 13-14 лет, заменившие ушедших на фронт отцов. Сколько ленинградцев погибло во время блокады, до сих пор неизвестно. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Трагедия Ленинграда не была похожа ни на одну из трагедий Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ленинград единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти трехлетнее окружение блокаду, но так и не сдаться врагам. Позвольте мне, дорогие участники нашего торжества, представить вам наших героев встречи. Владимир Алексеевич Сугрозский. Житель плакатного города, поседатель Симферопольской городской организации ветеранов-блокадников. Владимир Алексеевич, вернитесь, рядом с вами две девушки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Галина Фёдоровна, житель плакатного города-герой Ленинграда. АПЛОДИСМЕНТЫ Присаживайтесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Истинные слова благодарности позвольте выразить лидерам ветеранских организаций за то, что наши мероприятия сегодня принимают активисты городских и республиканских ветеранских организаций. Это железнодорожная, киевская, центральная, территориальная организации, объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войск, 126-я дивизия береговой обороны, трижды орденосная, освобождавшая город Симферополь, Симферопольское высшее военно-политическое училище, сезон номер один, Крымская организация «Кодецкое братство», Крымская железная дорога, ветераны педагогического труда «Оптимист», несовершеннолетние узники, жертвы нацизма, Крымский федеральный университет имени Вернадского, Дети войны, клубы «Дружба и огонек» ДОСАВ. Слова искренней признательности педагогам и учащимся старших классов нашей городской школы номер 4 имени маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. Прошу вас, уважаемые друзья, поприветствовать друг друга аплодисментами. Я прошу наших уважаемых ведущих, Владимира Васильевича, продолжить наши мероприятия. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Николай Савдорович. Добрый день, дорогие русские. АПЛОДИСМЕНТЫ По сей день блокадники являются примером стойкости и преданности своей отчизне. И несмотря на невыносимые, казалось, условия, которые сопровождались холодом, голодом и жаждой, унесшие жизни огромного количества человек, ленинградцы не склонили колени перед врагом. Сегодня, в преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, мы собрались в этом зале, чтобы выразить уважение подвигу крепким духам ленинградцев, пронесших с честью через ад звериной жестокости врага все тяготы, проявив сверхчеловеческую решимость и упорство. Для вас поет Вячеслав Ленковский. Добрый вечер. Я блокадный дневник, я просто бумага. Они вписали в меня жизнь свою. А я вышел живым из этого ада, И голосом чин-то об этом пою. Я блокадный дневник, пожелтевший строки, Чьи-то судьбы и смерти в разводах их слез. Я свидетель живой, кто мой ушедший эпохи, И свидетельство это до вас я донес. Сколько боли и горя во мне, Сколько жизней сгорело в огне, Невидных смертей. А я выжил ради ваших благодей. Я блокадный дневник, вам можно было бы согреться, Бросив в печку меня, ища спасительный шаг. И вписали в меня не откровение сердца, А откровение боли, чтоб я вызвал пожар. И колонны и пальцы в меня заносили, В страшной хронике даты, на карандаше. Я был обычной тетрадкой, в ленинградской квартире. Теперь я вечная рана, с болью в душе. Сколько боли и горя во мне, Сколько жизней сгорело в огне, Невидных смертей. А я выжил ради ваших детей. Сколько боли и горя во мне, Сколько жизней сгорело в огне, Невидных смертей. А я выжил ради ваших детей. Ради наших детей. А сейчас мы приглашаем на эту сцену Полковника Запаса Сугрозского Владимира Алексеевича. Для меня война Началась еще в городе Кронштадте. 22 июня бомбы посыпались На базу Балтийского флота. Жестоко бомбили. И наша семья, опасаясь за детей, Семья состояла. Отец на военном заводе морском Работу. Родня у меня была Мать и трое детей. Кроме меня, мне был восьмой год. Брату Десятый Сестренке Четвертый год. И поэтому, опасаясь И не подвергая опасности, Мы Переехали Ленинграду, освободившую, Уступившую Одним полковником, Который вывез свою семью. И она была не нужна. Он вместе с отцом Работал на военном заводе. Ну вот, Вот так мы попали в Ленинград. Конечно, То, что я помню, Так это Мне хватило До конца. И хватит до конца жизни. Это была суровая зима. Как необычная, Как и в Крыму, И там, В Ленинграде, Где-то В октябре, Уже в начале, Даже Пошел Снег. Немцы Разбомбили Инфраструктуру. Разбомбили Бадайские Склады. В тот день В тот день Было 178 Одних пожаров В Ленинграде. А бандировка Проходила Одна за одной. Самолеты Меняли друг друга. А всего За период Блокады Ленинграда Участвовало 9600 Самолетов. И в продолжение нашей программы Я на эту сцену Приглашаю Алину Руденскую. Мне повезло Я Поши родилась Ни надо мной В осколки Не оборвалась Когда под взрывами Земля Тряслась Не я В бомбоубежище Кидалась Не мне Ночами Снился Теплый хлеб Сводя С ума До судорог Голодных И не за мной Тянулся Садок След До ямы Той Где хоронили Мертвых Писала На листочках Свой дневник Не я Ручонкой Скованным Страданьем Где Сохранился Этот детский Крик Все умерли Одна Осталась Таня Так Почему же В сытости В тепле Меня тревожит Эта боль Чужая Отдавших Жизнь За то Чтоб на земле Под этим Небом Я была Живая Какую Жертву Надо Принести Какую Цену Заплатить Не знаю Чтоб Девочку Голодную Спасти Хоть Коркой Хлеба Удержать У края Отсчитывает Время Метраноп Он Сводит Мир Минутами Молчания Не допусти Беды Свой Светлый Дом Не допусти Я Слышу Голос Тани Образцово Коллектива Театр Студия Терля А продолжает Наша Программа Руслан Танцюра Залис Образцово Коллектива Театральной Студии Танко Мама Работала В госпитале А Метработникам Не разрешалось Покидать Ленинград Пока Мама Была На дежурстве Мы Оставались Со старшей Сестрой Дома На Новый год Маме дали Бэйл Там Было 15 грамм Свеклы 10 грамм Картофеля Еще овощи 100 грамм Сахара Сахар Мама Пошла Для того Чтобы Потом Добавлять В кипяток Место Заварки А Из остального Сварила Борщ Но Не все Конечно Остальное Мама Спрятала Мешочек И Подвесила Под потолок Чтобы Крыс Не добрались Мы Смотрели На этот Мешочек Истекая Свиной Крысы Не добрались Потом Крыс Уже Не было Съели Собак Мышей Кошек Птиц Когда Мама Приносила Домой Хлеб Мы Клали В специальную Коробочку И Смотрели Только На нее Хотя Знали Что Трогать Ее Без решения Нельзя Хотя Очень Хотелось Вы Социальные Крошки Как Самые Вкусные Конфеты В Квартирах Становился Ужасный Холод Температура Опускалась Ниже Нуля И Приходилось Жечь Мебель Рояли Помню Со Слезами На В глазах Отправлял Книги В огонь Но Наверное Самое Страшное То Что Люди Умирали Буквально На ходу Идет Человек Идет Опускается На колени И Сстывает Потом Эти фигуры Залосило Снегом Так Так Стояли АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В условиях блокады самым сложным оказалось снабжение населения и войск продовольствием и водой, боевые техники фронта горючим, заводовый фабрик сырьем и топливом. Запасы продовольствия в городе таялись каждым днем. Постепенно сокращались и нормы выдачи продуктов. Блокада принесла ленинградцам и другие тяжелейшие испытания. Зимой 1941-1942 годов город сковала лютая стужа. Не было топлива и электроэнергии. Истощенные голодом, обессилевшие и измученные непрерывными бомбежками и обстрелами ленинградцы жили в неотапливаемых комнатах с заделанными картоном окнами. В комнатах топились самодельные печки. Тускло светили коптилки. Замерзли водопровод и канализация. За водой для питья приходилось ходить на набережную Невы. С трудом спускаться на лед, брать воду в быстро замерзающих прорубях, а потом под обстрелом доставлять ее домой. Вся воюющая страна с замиранием сердца и надеждой ловила каждое слово в сводках, в ожидании новостей о положении в городе на Неве. Жди меня, и я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Не желать добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать. Сяду до огня, выпьют горькое вино. Напоминь души, жди. И с ними заодно выпить не смеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я вышел, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. На сцене Данил Финошкин. Живет сосед в квартире 26. Медали у него не перечесть. Живет сосед. Высокий человек. Зимой и летом. Белый. Словно снег. По вечерам на лавочке вдвоем мы с ним беседы тихие ведем. Он смыслы рассказывает мне. Они о том, что было на войне. Они о том, как много лет назад попал в засаду маленький отряд. В отряде хлеба три курзовика. Консервы, масло, сахар, мука. Ах, попал в засаду маленький отряд. А впереди голодный Ленинград. Тогда вперед выходит замполит и моему соседу говорит. Бери гранаты, пулемет бери. Ты должен продержаться до зари. А то онов мало на себя не трать. Ты не имеешь права умирать. Несла пурга январские снега. Пурга свистела пулями врага. И должен был всего один солдат. Прикрыть собою маленький отряд. Он до рассвета умирал не раз. Но снова поднимал его приказ. Наверное, смерти было не понять. Что не имел он права умирать. Живым остался этот человек. Но с той поры он белый, словно снег. Такая до утра пурга была, Что стала голова его бела. Сосед уходит. Он идет домой. Но кажется, что он уходит в бой. Спокойной ночи, говорит сосед. Иди, сынок. И выключает свет. Наш дом уснул. На улице темно. Высокая звезда глядит в окно. И в тишине лохматые ветра На крышах задремали до утра. Но не до сна соседу моему. Соседку задыхается в дыму. Пока земля врывается в рассвет. Лежит у пулемета. Мой сосед. А под ваши аплодисменты Я приглашаю на сцену Вокальный ансамбль Поющие сердца. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ночкой темно-тихо пойдем, мы пойдем с коню по полю вдвоем. Мы пойдем с коню по полю вдвоем. Мы пойдем с коню по полю вдвоем, мы пойдем с коню по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с коню по полю идем. 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 Тяну я верхом на конях, Тяну я верхом на коню по полю идем. Обескай мне в полю мою. Обескай мне в полю мою. Обескай мне в полю мою. Обескай мне в полю risky, Такх разом посмотрю, Неравях боле даю Олюслищий свет, Молы да рассвет, Оли есть то место, Оли его нет. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пришли враги не в театр на дереву шинели, Не на бал обули сапоги. В тот июнь, чего не повидали мы, Женщины с военными медалями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ехали много суток. Вышли с девочками на какой-то станции С ведром, чтобы воды набрать. Оглянулись и ахнули. Один за одним идут составы, а там одни девушки. Поют, машут нам, кто косынками, кто пилотками. Стало понятно, мужиков не хватает. Полегрели в земле или в гляну. Теперь мы вместо них. Восемнадцать лет на Курской дуге наградили меня медаль За боевые заслуги и орденом Красной Звезды. А в девятнадцать лет орденом Отечественной войны. Второй степени. Когда приезжало новое пополнение, Ребята были все молодые. Восемнадцать-девятнадцать лет. Конечно, они удивлялись. С насмешкой спрашивали. А за что ты получила свою медаль? Или А была ли ты в бою? Пристают шуточками. А пули пробивают броню танка. Одного такого я потом перевязывала. На поле боя под обстрел. Я ему шину накладываю, А он у меня прощения просит. Сестричка, Прости, что я тебя тогда обидел. Уезжала я на фронт материалисткой, Ательисткой. Хорошей советской школьницей уехала, Которую хорошо учили. А там, Там я стала Молиться. Я всегда молилась бредбоем. Читала свои молитвы. Слова простые, Чтобы я вернулась домой к маме и папе. Настоящих молитв я не знала. И Не читала библию. Я Тайно, Кратко молилась. Осторожно. Потому что Мы были тогда другие. Тогда жили другие люди. Вы понимаете? Помню, Отпустили меня в умольнение. Прежде чем выйти к тете, Зашла в магазин. До войны Страшно любила конфеты. Говорю, Дайте мне конфеты. А продавщица смотрит на меня, Как на сумасшедшую. Я тогда не знала, Что такое карточки, Что такое блокада. Все люди в очередь повернулись ко мне, А у меня винтовка. Больше, чем я. Когда нам их выдали, Посмотрела и думала, Когда это растут на этой винтовке. И вдруг Все люди начали просить. Вся очередь. Дайте ей конфеты. Вырежьте У нас салон. Мне дали. Три раза раненая, Три раза контушеная. На войне кто о чем мечтал? Кто домой вернуться, Кто дойти до Берлина? Опять лишь об одном загадывал. Да жить бы до дня рождения, Чтобы мне исполнилось 18 лет. Почему-то мне Страшно было умереть раньше, И не дожить до 18. Ходила я в брюк, Как пилотки, Всегда оборванная. Да потому что на коленях ползешь, Да еще и по тяжести ранен. Не верила, Что когда-нибудь можно будет Встать И идти. И не ползти на коленях. Это мечта была. ШУМ ТОРЬБЫ Почему у瑞би И не ползается их, Ну что ты. И planetary ПЕСНЯ Гонка по имени Женька Завыли стальные бураны Тень крыльев легла на поляны Тень крыльев легла на поляны И Женька ушла в партизаны Гонка по имени Женька Завыли стальные бураны Гонка по имени Женька 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 Не сдался Ленинград. И от усталости, шатаясь, Ленинградцы шли на улицу И слышалось «Ура!» И со слезами обнимаясь, Все, закончилась блокадная пора. Есть у нас салют весной на День Победы. Он цветами красит небо всей страны. Но особо почитают наши деды Тот салют в голодно-белом январе. На сцене Ангелина Тимошенко и Ева Нефёдова Образцовый коллектив «Театральная студия Данго». Я Валя Заяцова. С Васильевского острова. У нас на Васильевском Всегда ветреные. Случаются наводнения И плывет наш остров, Как корабль. Слева Ева, Справа Ева, Впереди Открытое море. У меня есть коржушка. Таня Савич. Мы с ней соседки. Она со второй линией, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом в булочной, В подвале керосиновая лавка. Мне было столько же лет, Сколько тебе теперь. Ты могла бы давно уже вырасти, Стать учительницей. И она навсегда осталась девчонкой. Я все про нее знаю. Мне рассказывают. Я была в любом ей. Всегда пела. Мне хотелось декламировать стихи. Но я спотыкалась на словах. Споткнусь, А все думают, Что я забыла нужное слово. Я всегда играла в учительницу. Глядим на плечи. Большой покушитель. Ухаживаю. Дети, Сегодня мы займемся с вами повторением. Говорят, Есть врачи, которые лечут, И нашла бы такого. Мы, Попередственские девчонки, Кого хочешь найдем. Но теперь, Врач уже не нужен. Она осталась там. Моя подружка. Таня Садич. Теперь нам ребята строили баню. Детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела в стройки. Строить Строить Своей подружки. Таня Садича. Мы неожиданны. Нет. Что значит нет, Если мы дружим? У нас все общее. И улица, И школа. У нас даже почерк одинаковый. Почерк? А что? Почерк. Ты будешь строить, Валя Зайцева. Ты будешь для памятника Писать моим почерком. Михаил Харьков. Спасибо. Женя 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 Какая писала поражение. Таня вымерзла, стала тоненькой легкой, выражали руки, и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину меня, а может быть и больше половины. Но с ней была мама, и там не держалась. Что же ты не пишешь? Пиши, Валя Зайцева, что застынет бетон. Пиши, Валя Зайцева. Последняя страничка тайного дневника была на пупуковом. Осталась одна Таня. Почему одна? А я? Тебя же есть подруга, Валя Зайцева. Твоя соседка с Васильевского острова. Я принесу из него бабушки плоток, и мы сыграем учительницу, Линду Августовну. Слышь, Таня Савичева. Моя подружка не стреляла в фашистах, не была разведчиком и партизаной. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты поэтому и не важны, не в Венилград, Что в нем жила Таня Савича. И жили еще много других еще на Крольчишке, Которые там не всегда и остались во время. И плывет наш остров, как корабль. Слева неба, справа метка. Впереди открытое море. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Несмотря на все, город выстоял и победил. Окончательный разгром фашистских войск под Ленинградом был завершен. В январе 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов При активной поддержке Балтийского флота и отрядов партизан Перешли в наступление. За две недели кровопролитных боев они разгромили 18-ю немецкую армию. Освободили более 800 городов и населенных пунктов. Отбросили оккупантов почти на 100 километров от Ленинграда. Город был полностью освобожден от вражеской блокады. В честь выигранного сражения 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел торжественный салют. Продолжает нашу концертную программу солисты студии эстрадо-спортивного танца «Шоколад». Здесь быть не может Робких и слабых А сильные наперечет Борются-вьются В дорожных ухабах Маленький грузовичок Словно по кругу Привычная гонка Так бесконечна война Сидит за баранкой Машина-девчонка Только не знает она Что будет Месяц май И будет Путь домой И на крылечке Мать Вот-вот сплеснет Рукой И защемит В груди И в горле встанет Ком Радость в глазах Сидит Здравствуй, ну здравствуй, дом Знамен Знамен Радость в глазах И в горле встанет Борг И в горле встанет И не встанет В лето И встанет ПЕСНЯ 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 Но нет таких слов, которые смогут в полной мере рассказать о блокаде Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней. Дорогие друзья, гости, коллеги, завершается сегодняшнее наше мероприятие, посвященное завтрашнему 80-летнему юбилею освобождения Ленинграда фашистских блокад. Спасибо за внимание, что празднование юбилея блокады сегодня проводится на мировом уровне. Приехали делегации 30 государств мира, 58 делегаций из разных регионов России, и приехали те, где сегодня погодные условия не позволяют это сделать. Мне бы хотелось от вашего имени, от всех, сказать большое спасибо нашим героям, блокадникам. В то время Владимиру Алексеевичу было 8 лет. Вам еще меньше было, Калина Федоровна. Поэтому это были дети, блокады. В этом году Владимир Алексеевичу исполняется 90 лет. Вот так вот жизнь, она устроена, да? Каждый прожитый год нам ждут, поставить под ножки чуть-чуть в завтрашний день. Мы уже не можем делать то сегодня, что могли сделать еще вчера, позавчера. Слова вам благодарности под ваши аплодисменты, наших дорогим друзьям. Здравствуйте, дорогие друзья, с которыми мы давно дружим и сотрудничаем. Центр управления, Центр эстрадного искусства. Успехов вам! Давайте дальше продолжим нашу дружбу. Дорогие друзья, гости, большое спасибо за то, что вы приняли участие в этом торжестве. По всему Крыму, по всему муниципальным образованиям в настоящее время, сегодня, завтра, в течение января будут проходить подобные мероприятия. Вам спасибо большое и просьба поделиться тем, что мы сегодня с вами увидели, посуществовали и не слышали. Не скотчилось-то. С вашего позволения.